С 20 по 21 сентября в КЗЦ «Миллениум» прошел первый Ярославский градостроительный форум. На мероприятии собрались участники и гости из 15 российских регионов, представители власти, бизнеса, вузовской общественности, гражданские активисты. Участники форума обсуждали принципы жилищной политики, реализацию федеральных и национальных проектов, говорили о том, как вовлечь молодежь из студенчества в градостроительные и культурные процессы. С 2018 года Министерство России ведет очень активную работу по увлечению молодежи в формирование комфортной городской среды. И также одной из таких сильных предпосылок явилось то, что 2018 год в России является годом добровольца. Под патронажами «Строя России» и Центр компетенции существует всерейский проект «Городские реновации». Это такой проект, который объединяет молодых архитекторов, дизайнеров, урбанистов, социологов, менеджеров в регионах России, для того, чтобы ребята, уже учащиеся на последних курсах вуза, или просто неравнодушные граждане, неравнодушные ребята, также и школьники, и представители серебряного возраста, вовлекались и активно могли участвовать в развитии территории, благоустройстве и формировании комфортной городской среды. На самом деле Ярославль является одним из таких флагманов в нашем проекте. Здесь существует очень сильное сообщество «Городские реновации», которое активно сейчас включается и включалось ранее в развитие территории именно Ярославля и Ярославской области. ИРГУ выступил одним из организаторов форума. В работе секции «Урботех. Молодежные проекты в сфере урбанистики» приняли участие эксперты и студенты ярославских вузов, ИРГУ, ЕГТУ, Академии МУБИНТ, Ярославского городостроительного колледжа. Будущие архитекторы, дизайнеры, социологи, экологи, специалисты в сфере туризма, транспорта, менеджмента активно включились в работу над проектами по благоустройству территории города и области. «Урботех» — это проект, целью которого является формирование компетенции молодежи в сфере развития территории и формирования комфортной среды. Соответственно, проект направлен, судя по названию, на развитие именно урбанистики в нашем регионе и для привлечения молодежи разных специальностей. Мы говорим здесь о молодых архитекторах, дизайнерах, мы говорим об историках, которые изучают историческое наследие, мы говорим здесь о социологах, мы говорим об экономистах, юристах и даже о студентах информационных специальностей, потому что в настоящее время тема урбанистики связана с концепцией «Умный город». И данный проект реализуется в рамках гранта «Росмолодежи», который получил наш университет по конкурсу. И мы его реализуем совместно с партнерами, в число которых входит технический университет, институт развития стратегических инициатив, градостроительный колледж и другие организации региона, а также наши партнеры из других регионов, в том числе Севастопольский государственный университет. И так получилось, что даже название нашего проекта совпало с их центром, который располагается на их территории, он тоже называется «Урботех». И это нас сблизило, и теперь мы развиваем проект вместе. Мы надеемся, что в течение проекта молодежь из разных университетов, из колледжей образует команды. Эти команды поработают с конкретными территориями, предложат для них решения. И более того, эти решения, которые предложат молодежь, лягут в основу как программы «Решаем вместе», так и в заявки новые от нашего региона на конкурс малых городов и исторических поселений. Второй день работы секции был посвящен проработке проекта. Основным ментором секции выступил Алексей Комов, член правления Союза архитекторов России, директор научно-образовательного центра «Территориальное развитие и градостроительство «Урботех» Севастопольского государственного университета». Очень приятно, что, оказывается, название нашего научно-образовательного центра уже вошло в какую-то, в такую моду, да, оно носится в воздухе, поэтому вот этот проектный хакатон, или как его назвать, проектный семинар, или там, урбанистические практики, да, он действительно запускается очень хорошо. Я категорически приветствую, потому что, помимо того, что молодежь нужно усиливать, развивать, мотивировать, да, ее нужно развивать и мотивировать на конкретных кейсах, на конкретных примерах, и вообще для того, чтобы молодежь себя чувствовала востребованной, с одной стороны, с другой стороны, у ней повышалось самосознание, ей нужно видеть реализацию своего творчества, своего потенциала на живую. Работа междисциплинарных команд оказалась эффективной. Студенты проработали проекты с разных сторон, в соответствии со своей специальностью и сформулировали первые предложения по развитию территорий. Теперь проектным командам предстоит пройти акселерационную программу проекта «Урботех», а затем представить законченные проекты на межрегиональном молодежном урбанистическом форуме, который пройдет в Ярославле в конце ноября.